Мы благодарны Богу за то, что Он благословляет вас, и вы этим благословляете Церковь. Пускай Он вас больше благословит, чтобы вы больше благословили Церковь. Тяжелый год был, кто знал. Но 11 дней и год 2020 – это в истории. Кто думал, что в этом году будет столько переживаний, сложностей, трудностей? Бог знал, но вот мы подошли к концу. Рождество является одним из любимых праздников многих. Моей жене, скорее всего, моих детей. Может быть, он является одним из любимых праздников ваших. Куда мы не идем, везде нам напоминает елка, лампочки, игрушки, музыка. Может быть, уже надоело. Если кто слушает ее каждый день, определенное время ты уже начинаешь выключать. Мы в этом году решили купить набор рождественских, может быть, где там ангел, волхвы, Иисус, младенец. Всегда хотели купить, не получалось. Но в этом году мы проходили в Коске. Я сказал моей жене, ну, давай купим. Ты же хотела, давай купим. Поэтому мы купили, поставили. И это, может быть, дополняет наш рождественский, может быть, как сказать, mood по-русски настроение. Я хотел бы задать вопрос и на него постараться ответить. Кто это за ребенок лежит в этих яслях? Кто это за младенец? Который его разрисовывает в картинках, делает в каких-то маленьких игрушках. И я думаю, будет хорошо, если мы поговорим насчет Рождества. Я хотел сегодня посмотреть, как Матфей описывает Рождество Иисуса Христа. Матфей, он начинает с таких слов. Если мы посмотрим, Матфей 1, глава 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. Значит, он в деталях описывает, как было Рождество Иисуса Христа. Сегодня мы на английском служении смотрели со стороны Марии Рождество Иисуса Христа. Сегодня я хотел посмотреть со стороны Иосифа и, может быть, немножко добавить то, что мы говорили сегодня. Мы, когда смотрим на Рождество Иисуса Христа в Матфее, мы видим, что он столкнулся с проблемой. Проблема заключалась в том, что Иосиф был обручен на Марии. И в это время Мария начинает показывать симптомы беременности. Матфея 1, 12, говорится так. Так, прежде нежели сочетались они, оказалось, так оказалось, как будто что-то оказывалось, что она имеет в очревии от Духа Святого. Обручение длится обычно год. В это время девица живет со своими родителями. Молодые юноши живут со своими родителями. Никакое физическое прикосновение не позволяется в это время. Если кто нарушит обручение и впадает в блуд, насилие, прелюбодеяние или измена, этого человека встречает смерть. Люди по закону должны их повить камнями. Второзаконие 22, 23. Если человек обручен, и что такое случается, то идет серьезное последствие. Иосиф понимал это, смотря на Марию, видел, что тут что-то не то. Он понимал, что того ребенка, который он носит, не изошел от него. Обручение, сватовство является одним из счастливых моментов нашей жизни. У кого-то это счастливый момент его жизни или ее жизни, и потом счастливый и счастливый идет дальше. У кого-то самый счастливый день – это свадьба, а потом идет ниже, к сожалению. Посмотрите на вашу жизнь. Вспомните ваше сватовство. Как у человека сверкают глаза. Даже спать не хочется. Разговоряешь по телефону. Я не знаю, 50 лет были телефоны? Наверное, не было. И засыпать не хочется. Ехать 5 часов – нет проблем, 5 часов. Ехать, лететь на Украину – нет проблем, билет полетел. Или в Россию. Проблема здесь не существует для молодых человек. Конечно, пандемия сделала проблему. Такое выражение говорится «море по колено». Всю зарплату не жалко. Подумайте, получил всю зарплату, не жалко. Отдал все для нее, купил цветы. А сейчас? Кто-то покупает цветы своей жене. Пусть все, как он получает зарплату. Это один из самых радостных, счастливых моментов в жизни. Можно представить Иосифа, переживая какие-то чувства, понимая, что Мария – его невеста. Но стройно ощущается большая проблема. Она беременна. Она беременна. И логично, все понимают, что ребенок произошел из кого-то. Это логично. Мы знаем, что и ангел явился Марии перед тем, как Дух Святой изучал ребенка. Мы это знаем. Поэтому эта история потом. Может быть, 3 месяца, 4 месяца. Не знаю. Представьте разговор. Она приходит Иосифу и говорит, «Иосиф, мне ангел явился. У меня будет ребенок. От Духа Святого». Просто представьте, Иосиф такой, «Ага, понял. Хорошо. Понятно. Непонятно. Непонятно. Сейчас такое не пройдет. Кто бы говорил бы, «У меня ребенок от Духа Святого». Никогда не пройдет такое. «У меня ребенок от Духа Святого». Ну, как говорит. Я извиняюсь, немножко вернусь. Она же пошла к Елизавете, Мария. Села, да, начала с ней разговаривать. Елизавета говорит, «Ну, смотри на меня. Я бесплодна. Смотри, мы всю жизнь желали ребенка. Не получалось? Ангел явился. У нас ребенок». И как-то для Марии было понятнее. Немножко. Может быть, она говорит, «Ну, посмотри на Елизавету. Посмотри на Елизавету». Лука 1,7 говорит, «И у них не было детей, ибо Елизавета была неплодная, и она была уже в летах преклонных». Факт. Пожилая женщина. Сара, сколько было лет, когда она родила? Пожилая женщина. Сначала ждет ребенка. Мария говорит, «Может, посмотри на их, тоже там нелогично». Может быть, Иосиф поделился с своими родителями. И родители сели с Иосифом и говорят ему, «Слышишь, Иосиф, ты наш сын. За всю историю я никогда не слышал, чтобы Дух Господен сошел на человека и был ребенок. Я не знаю». Как по-английски говорит, «Something doesn't smell right. Doesn't smell the test. Past the smell test». Я не буду поговорить по-английски здесь, но такие выражения. Ты, Иосиф, сам решай. Сам решай. Да. Вот она тебе объяснила, что ангел. Да, она тебе объяснила, что Елизавета беременная. Да, она показала на пророчество. Ты сам решай. Это твое решение. Поэтому Иосиф делает решение. Я просто ее отпущу. Вот Фея 1.19 говорится, Иосиф же был муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Я ее тайно отпущу. И здесь мы видим характер Иосифа, будучи праведен и не желая огласить ее. Молодой юноша, где-то, говорит, с 15-16 лет ему. Здесь мы можем посмотреть и увидеть, что тем, кем мы являемся внутри, определяет, какие решения мы будем делать. Иосиф, будучи праведен, от своей праведности он делает это решение. Теми, кем мы являемся внутри, определит, какие мы решения делаем. Матфея 23-27 говорит Христос книжникам и фарисеям. Он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окруженными гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри плоды костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри испорчены лицеремерия и безыкония. Те, кем мы являемся внутри, определит на то, как мы будем делать решение, когда нам тяжело. Определит на то, как мы будем делать решение, когда нам тяжело, трудно. Есть моменты, которые в Писании не описаны. На кого жениться, замуж выйти, какую работу, не описано. И с такими моментами мы сталкиваемся каждый день на работе, в школе. И всегда возникает вопрос, как мне поступить? как мне поступить? Мы звоним подружке или другу, мы звоним маму, папе, друзьям, мы советуемся, как нам поступить. Мы читаем какие-то книги на эту тему, мы читаем Писание, и всегда возникает такой вопрос, что мне делать, как мне сделать сейчас это решение. Это решение. И что будет решительным моментом? Это внутренность наша. если мы боимся Бога, это будет отображать, как мы будем поступать в тяжелых моментах. в тяжелых моментах. И обычно трудно думать, когда в кризисе. Ты не знаешь, что поступить, ты не знаешь, ты имел все вопросы, ответы, ты начитался все книги, когда Бог ставит тебе тяжелый момент в жизни, трудный момент в жизни. ты не знаешь, как поступить, ты не знаешь, как решить эту проблему. Если мы боимся Бога, мы сможем поступить правильно. Люди говорят, я христианин, я верю в Бога, но когда ты смотришь на их жизнь, на решения, которые они принимают, на дела, которые они делают, мне такой вопрос не знает, по-настоящему верят они или нет. Это так получилось у фарисеев. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерием и беззаконием. теми, какими мы являемся внутри, определить на то, как мы будем поступать, найти решение, которое мы будем делать. Иосиф делает решение тайное ее отпустить. Смотрите, что Матфея 1 глава в 20 стихе говорит, но когда он помыслил это, когда он внутри сделал решение, он еще никому ничего не сказал, он ни родителям не сказал, ни ей не сказал, ни соседям, ни друзьям. Сей ангел Господний явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившись в ней есть от Духа Своего. Как только он сделал это решение, Мария Марию отпустить, его посещает ангел. Ангел является ему во сне. Мария с ним разговаривала. Родители, скорее всего, с ним разговаривали. И все равно он делает это решение ее отпустить. Но теперь Бог с ним разговаривает. Интересно. Наши друзья иногда с нами говорят. Служителя иногда говорят. Человек поступает по-своему, пока не с Бог не поговорит. И когда Бог говорит, уже все. Но когда он помыслил это, когда он помысл о том, когда Бог с нами разговаривает, он разговаривает по-собиям. И он всегда accomplishes, как сказать по-русски, достигает то, что он говорит. И он говорит Марии, нельзя, не Марии, а Иосифу. Три аргумента. Приходит ему во сне Иосиф и говорит, Иосиф, я хочу тебе сказать, почему тебе не надо отпустить Марию. Первый аргумент генеалогический. Показывает ему со стороны родословия, почему он является тем, через кого должен прийти Мессия. И он говорит, Иосиф, сын Давидова. Это важно учесть, потому что Матфей посвящает первые 17 стихов свое послание, описывая родословие Иисуса Христа. Он начинает, Матфей 1 стих начинает с таких слов, родословию Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама, перед тем, как он говорит о рождении Иисуса Христа. И все эти 17 стихов он показывает, как Христос должен прийти от Авраама. В конце этих 17 стихов Матфей говорит, итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения Вавилон 14 родов, и от переселения Вавилон до Христа 14 родов. Он показывает, что Иисус должен прийти через тебя и вот родословие о тебя. Иосиф, он знал Писание. Он знал Писание. Во-первых, он был праведным человеком, это сформировало его. И поэтому ангел, когда разговаривает с Иосифом, он напоминает ему, где он. После Павел в Деянии 13 главе 32 стих говорит, «И мы благовествуем вам, что обетование данное Отцам Богом исполнил вам, детям их, воскресив Иисусом». И в конце в 34 стихе «Я дам вам милость, обещанное Давиду верно». Он, ангел, говорит Иосифу то, что было сказано Давиду. Римлянам 1 глава 3 стих «О сыне своем, который родился от семени Давида по плоти». Ангел делает ударение на родословие Иисуса Христа. Иосиф сын Давидов. Второй аргумент ангел использует, это теологический аргумент. Он отвечает на вопрос, почему Христос должен прийти. И это мы видим Матфея 1 глава 21 стих «Родив же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Он спасет людей Своих от грехов их. Вот задача Иисуса Христа. Вот Его миссия. Он спаситель. Он спаситель грешных людей. Ангел возвращает и напоминает Иосифу то, что было в бытие. В самом начале. Проблема человеческая, где человек не послушался Бога и пошел жить так, как он хочет. грех человечества и грех наш разделяет с Богом. И ангел возвращает Иосифа в бытие третью главу и говорит, Бог дал обетование, что миссия должен прийти через жену, через семью. Смотрите, бытие 3 глава 5-15 сих. И вражду положу между тубой и между женою определенный человек. Между семени твоей и между семени ее и она будет поражать тебя в голову и она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятую. Какой выход от того, что человечество упало? согрешило, отсоединилось от Бога. Бог через жену, женщину, virgin, здесь такое слово говорится о девице. Спасибо. О девице. И вражу положу между тобой и между женою. Он определяет одного человека, ни женщин, ни несколько, одну женщина будет и она будет иметь семень. И между семеней твоей, между семеней ее. Все, кто изучает биологию, понимают, что семья исходит от мужчины, а не от женщины. И поэтому богословы могут сказать, но здесь была ошибка. У женщины нету семени. Бог ты сделал ошибку. И поэтому, когда ангел разговаривает с Марией, Мария говорит, как это может быть? Это нелогично. И ангел говорит, Богу все можно. Бог не делает ошибку. Будет жена, мы знаем ее Марию. Будет семья, мы знаем оно, если ушло от Духа Святого. Ангел еще говорит такое Марии, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Подумайте над этим словами. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Как оно не останется бессильным? То, что Бог сказал совершится, за Его Словом стоит Его сила, чтобы сделать, что Он сказал. Бог не ограничен ни временем, ни материи, ни силой. Всемогущий Бог, который сотворил небо и землю, сотворил всех нас, Он не в законах действует, Он не в законах. то, что Бог делает, оно всегда будет. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. слово. Поэтому мы не должны сомневаться в Божьей силе и Божьем слове. Мы читаем Писание, мечтаем Его обетование, мы должны знать, что никакое слово сказано здесь не останется неотвеченным. что Бог вам сегодня говорит? Вы читаете Писание, вы молитесь, что Бог вам сегодня говорит? Такой вопрос. Может Бог бессильный? Может быть Его обетование не будет исполнено? Может быть Он не может это сделать? Проблема не в Божьей силе, проблема поверить в эту силу. Проблема не в Божьей силе заключается. Проблема поверить Его силам. Бог говорит израильскому народу. Дети бетонная земля. Вот давайте пошлем исследователей. Соберите 12 человек. Собрали 12 человек лидеров из этих колонн. Пошли. Пошли. Что они там увидели? Великих людей. Сильных. Приходят обратно и ставят Бога под сомнением. И ставят Бога под сомнением. Бог не сможет сделать то, что нам сказал. Посмотрите на эту силу. Когда мы читаем Писание, мы должны понимать, что все слово, которое здесь написано, имеет силу. За этим стоит Бог. Ни одно Божье обетование, то, что Он сказал, не может быть не исполнено. Бог говорит Адаму и Еве, там змея, что я пошлю Мессию. Бог говорит это через ангела. Иосифу говорит, что Бог спасет людей от грехов. И Бог использует Иосифа. Иосифа через кого он делает. Самое тяжелое, что сделать в нашей жизни, это быть праведным человеком. Самое тяжело. Скажите себе, я могу быть правильным, скажите, с этого момента вы никогда не будете делать грех. Идет дебат, есть у человека свободная воля или нет у человека свободной. Я говорю, хорошо, у тебя есть у человека свободная воля. Свободная. Ни под каких влияния. Свободная. Скажи себе, с этого момента я никогда не буду делать грех. Нет, нет, так не получится. А почему? У тебя же свободная воля? Самое тяжелое, что сделать, это быть праведным. Быть праведным перед Богом. Исполнить все его законы. Не снаружи и внутри. Самое тяжелое сделать. Бог эту проблему рушает на кресте через своего сына. Самое тяжелое, что мы не можем сделать, Бог делает за нас через своего сына. Бог теперь берет этого грешного человека и присоединяет с собой. Бог берет этого грешного человека, который не хочет любить Бога, который не хочет прославлять Бога, который не хочет делать праведность. Имя 3 глава. Никто. Все совратились. Никто не ищет Бога. И Бог берет этого человека и он приводит его в присутствие себя благодаря Иисуса Христа. Иисуса Христа. Теперь мы можем иметь мир с Богом. Мы можем общаться с Богом. Мы можем молиться с Богом. У нас есть жизнь с Богом. Он нас слышит, мы его понимаем. Это благодаря Иисуса Христа. Для этого пришел Христос. Для этого явился ангел Иосифу Бог. Так как Бог совершает план спасения через Иосифа, Он совершает план спасения через нас. Несмотря на наш бунт, упрямство, непокорность, Бог продолжает нас достигать. Бог продолжает с нами работать. Нам сегодня Бог не посылает ангела во сне, но нам сегодня Бог посылает что-то другое. Что? Трудность, болезнь, проблемы. потерял работу, заболел. Бог нам посылает обстоятельства для того, чтобы мы, как Иосиф, поверили в Него. Для того, чтобы мы, как Иосиф, поверили в Него. Христос, говорит такие слова, «Я пошлю Духа Святого каждого, который обличит мир о грехе, о праведе и о суде». Не ангела. Я пошлю не ангела, а Духа Святого. Ангел явился Иосифу, нам, с нами разговаривает Дух Святой. Сегодня Он послал нам Духа Святого. И Он это делает для того, чтобы достичь нас, для того, чтобы обратить в наше внимание на Него. 1 11 глава 13 стих говорит, «Отого многие из вас, это верующие, немощные и больные и немало умирают». Он говорит, «Вы немощные, больные, немало умираете». Почему? Потому что вы живете так, а это дается вам для того, чтобы обратить ваше внимание на Христа. Не каждая болезнь наказание. Не каждая трудность наказание. Но все, что Бог делает, Он так работает в нашей жизни, чтобы достичь нас. Мы и в том числе я болеем, просим исцеления, мы просим, чтобы эта болезнь ушла. А Бог говорит, нет, 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 пускай она побудет. Потому что она действует так, чтобы мы никогда не действовали бы, если ее не было. Она заставляет нас думать по-другому, чем обычно мы думаем. И поэтому Бог нас достигает. И как Он нас достигает? бьет по-больному месту. Бог говорит такие слова через Моисея. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Помните весь путь ваш, который вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет для чего? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будучи хранить западе или нет. Чтобы смирить тебя, испытать тебя и узнать, что из сердца исходит. Мы ведем себя по-другому, когда мы в тяжелых ситуациях. Когда все хорошо, у нас речь хорошая, температура темпер, как сказать, подскажите мне, темпер, темперамент, темперамент хороший. А когда в аварию попали? А когда потеряли работу? А когда тикет получили? И вот это из нашего сердца выходит. чтобы смирить тебя, испытать тебя и узнать. Смотрите на вашу проблему сейчас, как благословение от Бога, как тот, который достигает вас. Есть такие, это же не объяснять, clams, они, я приехал и загрузили такой камень большой на forklift, clams вставляется, и чем больше вес жмет, как это давит, тем больше эти clams закрываются, зажимаются. Зажимы, да? Называется зажимы, спасибо. Мне надо работать на моем русском. И чем больше этот вес идет вниз, тем больше эти зажимы зажимаются. И так и наша жизнь. Чем больше мы бегим от Бога, тем больше он нас достигает. Тем больше он нас достигает. И мы то делаем, Бог ставит здесь, и мы то делаем, Бог что-то здесь, здесь, и мы то делаем, и Бог с нами так работает. Второй Законий, 8 глава, 16 стих. Питал тебе о впустении ману, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Смотрите на трудности, которые мы сейчас переживаем, как то, чтобы делают в конечном итоге то, что никогда больше нельзя сделать через нас. Лучше себя смирить, чем быть смиренным Богом. Лучше себя смирить, чем быть смиренным Богом. Поэтому для этого прислал Христос, чтобы забрать самый большой грех, самую большую проблему в нашей жизни и решить ее на кресте. Третий аргумент, который ангел говорит, он показывает на пророков. Он показывает на пророков. Матфея 1,22. И он говорит, и все сие произошло. Он описывает, Мария беременная от Духа Святого, не от тебя. Этот ребенок будет, он родится, он спасет. И все сие произошло. Да сбудется реченное Господом через пророков, которые говорили, сидево, в очереде примит и родит сына, и нарекует имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Да сбудется реченное Господом через пророков. Пророки говорили об этом. Иосиф, Исайя, 7 глава, 14. Итак, Сам Господь даст вам знамение, и сие деву в очреве примит и родит сына, и нарекует имя ему Эммануил. Вот предсказывали пророки годами, что будет дева, она родит представьте, если мы не знали бы Божий план. Посмотрите, Иосиф столкнулся с ситуацией, ему Мария сказала, как-то Елизавета, я не знаю, если он разговаривал, не знаю, родители сказали, и вот ангел является и показывает ему картину. И объясняет ангел с Божьей стороны, что происходит. Ну, ангел сделал это Иосифу, нам сегодня ангел не является. Представьте, если бы каждый раз у нас была бы трудность, нас посетил бы ангел. Я ангел говорил, хочу объяснить, почему ты потерял работу. Это для того, для того. А, хорошо, я работу потерял, слава Богу, я подержу его. Я говорил, хочу рассказать, почему ты заболел. Вот для того, и для того. А, серьезно? Ну, слава Господу, болезнь от Бога, спасибо тебе. Представьте, если каждый раз Бог нам бы говорил, почему мы переживаем то или другое. как бы мы реагировали? Ну, мы ж не знаем. Нам этот ответ не дает. Бог нам не открывает, почему мы то или другое переживаем. Было бы легче пережить трудности? Было бы. почему Бог не открывает нам? Почему Бог не открывает? Мы годами молимся, Бог нам не отвечает. Почему? Чтобы в нас взрастить эту веру в Него. Так, как Он сделал через Сару, Мужей Божьих, так Он делает через нас. Если мы смотрим со стороны Бога на нашу проблему, скорее всего, мы будем по-другому поступать. Мы бы не знились, не кричали, не психовали, никого не обвиняли. Мы поступали спокойно. Наша жизнь радикально отличалась, чем сейчас. Посмотрите, Псалом Асафа, Псалом 72 главе, 72, Псалом 72. Он смотрит на людей, на ситуацию и Он говорит, чуть-чуть не подшатнулась нога моя. Он позавидовал безумным, видит благочестие нечестивых. Они не страдают, у них крепкое и сильное здоровье, они наработают полно денег, они ожерели. Что изменилось в его жизни, когда он начал смотреть по-другому? Псалом 72, 17. «Доколи не вошел я в освятилище Божие и не уразумел конца их». «Доколи не вошел я в освятилище Божьи». Есть две стороны, человеческая и Божья. Когда мы смотрим на ситуацию с Божьей стороны, у нас совсем другая реакция. Но нам не всегда она открыта. нам не всегда она открыта. Иосиф была открыта. Ему явился сам ангел. И ангел показал на разословие, показал на проблему греха человечества. Он обратил его внимание на пророков, то, что они говорили. И реакция Иосифа от феи 1, 24. Встав он сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Он поступил, как повелел ему ангел Господень. Иосиф поверил. Иосиф поверил. Так как Иосиф поверил, так и мы должны верить. Начиная веру в Иисуса Христа, что Он сделал на кресте за нас, что Он очистил, омыл, простил нам все грехи, приблизил нас к Отцу. Так эта вера и продолжается каждый день, смотря на этот злой мир. И смотря на этот мир через веру. Аминь. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам через Сына Своего Иисуса Христа. Ты дал нам веру. Мы знаем Тебя. Мы смотрим на этот мир, мы сталкиваемся с злом, с болезнью, с проблемой. Мы просим милости, чтобы мы могли смотреть на этот мир через веру, через то, что ты говоришь. Принимать то, что ты делаешь, как от твоей руки, как что-то на наше благо. Поклоняться, прославля Тебя. Благодаря каждого из нас. А если кто еще не знает Тебя, мы просим за этого человека, чтобы ты коснулся его сердца, а ты открылся ему, как личный спаситель, спас от греха, усыновил свое царство, свою семью, сделал его чадом твоим, чтобы и в этом жизни и этот человек жил через веру, поклоняясь себе, потому что праведник живет верой. Благоси нас, благоси на этой неделе, куда мы пойдем на работу, на учебу, кто где. Благоси нашу церковь среди этой пандемии, среди этих, может быть, неприятностей, когда люди теряют работу, экономика потихоньку рушится. Помоги нам смотреть на этот мир, прежде чего смотреть на тебя и понимать, что в твоих руках эта экономика, в твоих руках этот вирус. И то, что случается с нами, это от тебя. И мы хотим тебя прославить. Укрепи нашу веру для твоей славы. Аминь. Благословения вам.